Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать девятую и десятую главы книги Неемии, посвященные молитве и обновлению духовной жизни израильсян. Посмотрим, как Бог благословил этих людей. Прочитаем первый и второй стихи девятой главы. В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих, и в преступлениях отцов своих. Как видим, израильтяне исповедуются как в своих грехах, так и в грехах своих отцов. Прочитаем третий стих. «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Слово Божие открыло израильтянам их греховность. Пост, волосиницы и пепел говорят об искренности их раскаяния. За этим всем последовала исповедь и поклонение. Сегодняшнее молодое поколение очень критически относится к моему поколению, и это справедливо. Но если они вернутся к Слову Божию, то они откажутся от этого своего критического отношения и начнут исповедоваться пред Богом в том, как мы все согрешили и прежде всего покаются в своих собственных грехах. Мы с вами должны прежде всего исповедоваться в своих собственных грехах. «Если же вам кажется, что исповедоваться вам не в чем, тогда вам необходимо обратиться к Слову Божию. Сыны Израилевы читали закон четвертую часть дня, а затем еще четверть дня они исповедовались в своих грехах. Вы не можете добиться того, чтобы Бог снизошел до вас, хотя многие пытаются это сделать. И в то же время вы никогда не сможете стать настоящим, совершенным, чтобы подняться до уровня Бога. «Если вы все же уверены, что в состоянии добиться этого, то вы заблуждаетесь. Это говорю не я, так говорит Библия. В восьмом и девятом стихах первой главы первого послания Иоанна говорится, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочитав Слово Божие, вы обязательно увидите, что вы грешник. А поняв и признав это, вы захотите исповедаться. Исповедаться в своих грехах значит согласиться со Словом Божиим вместо того, чтобы придумывать оправдание и объяснение своим действиям. Исповедаться в своих грехах значит прямо назвать грехом то, что мы делаем. Когда мы так поступим, Бог, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи. Вспомните, как в горнице Иисус омыл ноги своим ученикам. То же самое Он делает и сегодня, сидя по правую руку от Бога. Он очищает нас. Сегодня нельзя пройти по улице, чтобы не спачкать своего разума, своих глаз, своих ушей. Даже руки и ноги не сохранить в чистоте. И когда мы идем к Богу, мы приходим к Нему с исповедью. После совершения Пасхи Иисус встал из-за стола и стал мыть ноги своим ученикам. В восьмом стихе тринадцатой главы Евангелия от Иоанна сказано, «Петр говорит ему, «Не умоешь ног Моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Сегодня многие пытаются служить Богу, но вместе с тем они не поступают в свете Слова Божия. А в шестом и седьмом стихах первой главы первого послания Иоанна об этом говорится так. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Важно не то, как вы ходите, а то, где вы ходите. Если вы ходите во свете Слова Божия, то вы увидите, что вы недостойны Его славы. Увидев и поняв это, вы придете к Нему с исповедью. И если же вы не захотите к Нему приходить, то Он скажет вам, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со Мною». То есть у вас не будет общения с Ним. Поэтому сыны Израилевы четвертую часть дня читали Библию и оставшуюся четвертую часть дня исповедовались в своих грехах. «После того, как я провел свои беседы по посланию к римлянам, я получил десятки писем от людей, которые признавались, что ранее говорили обо мне дурное. Один человек даже исповедался в том, что когда-то ненавидел меня. Им всем не обязательно было исповедоваться в своих грехах передо мной, хотя я действительно считаю, что если вы с кем-то плохо обошлись, то следует поговорить с этим человеком и во всем разобраться. Слово Божие оказало влияние на жизнь людей, которые слушали мои беседы, и если оно также окажет влияние на вас, то вы придете к Богу с исповедью. Таков путь к возрождению. И другого пути нет. Я уверен, что после того, как люди исповедались в своих грехах, а это была личная исповедь, они раскаялись в том, что сделали. В день Пятидесятницы Петр побудил народ к принятию Христа отнюдь не исповедью о том, как он трижды отрекся от Господа. Апостол Павел и Лука говорят о том, что наш Господь явился Симону Петру в частном порядке, когда их никто другой не видел. Это было личным делом, которое касалось только тех, кто имел к нему прямое отношение. Вы ведь не принимаете ванну на публике? Вот и исповедоваться перед Богом на людях мы тоже не обязаны. Симон Петр исповедовался наедине с Богом и разрешил тяготившие его проблемы. Всенародная исповедь — это не возрождение, она скорее будет напоминать массовый психоз. В нашу жизнь такая исповедь никакого возрождения не принесла. Но вместе с тем следует признать, что, исповедуясь, мы не можем отгородиться от других. Не имея, говорит, что они встали, исповедались и сказали, мы согрешили. И нам важно, что их исповедь была именно такой. Возрождение начинается как чье-то личное, частное дело. Кое-кто полагает, что Чарльз Финни, стоявший во главе американского возрождения начала девятнадцатого века, был почти фанатиком. Я тоже так считал, но, прочитав то, что он говорил, я изменил свое мнение. Для Финни возрождение было совсем не чудом, и он указывал на определенные условия, которые должны быть выполнены, чтобы возрождение состоялось. Вы можете начертить круг, встать в его центр и сказать Богу. «Господи, начни возрождение с того, что находится в этом круге. И там начнется возрождение». Например, пророк Илья был человеком, с которого началось возрождение израильского народа. Были и другие люди, полностью выполнившие условия, при которых могло начаться возрождение. Итак, сыны Израилевы сейчас имеют все условия для возрождения, и на них сходит великое благословение. Прочитаем четвертый и пятый стихи. И стали на возвышенное место левитов. Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вунни, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господь Богу Своему. И сказали левиты, Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Гадия, Шивания, Петахия. «Встаньте! Славьте Господа Бога вашего от века и до века, до словословия достославное и превыше всякого словословия и хвалы имя Твое». Такая исповедь совсем не похожа на демонстративные и показные собрания, когда кто-нибудь встает и начинает во всеуслышание рассказывать, каким страшным грешником он был. Как я обнаружил, тем самым этот человек обретает большую значимость, даже авторитет, в глазах других людей. А во времена Неемии народ, услышавший Слово Божие, исповедался и стал славить и превозносить Бога. Так должны поступать и мы. Превозносить и славить Бога. Один пастор как-то рассказал мне, что однажды, когда богослужения в его церкви по средам стали совсем скучными, он предложил церкви, вместо наскучивших всем дежурных просьб и молитв, просто славить Бога. В результате духовная жизнь в их церкви оживилась настолько, что можно было говорить чуть ли не о возрождении. Так давайте же славить и превозносить высокое и святое имя Бога. И тогда начнется возрождение. Читаем далее шестой стих. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Вы когда-нибудь стояли на берегу моря и наблюдали за тем, как огромные волны разбиваются о скалы? Не побуждало ли вас это зрелище славить Бога? А не хотелось ли вам славить Бога, когда вы ходили где-нибудь в лесу? Я бывал в лесах на севере Канады. Это такое захватывающее зрелище. «Верхушки деревьев были моим храмом, и я поклонялся Богу». Господь Создатель, Он сотворил все эти деревья, Он сотворил всю вселенную. Прочитаем стихи с седьмого по десятый. «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из урохалдейского и дал ему имя Авраам, и нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев и Евусеев и Гергесеев. И ты исполнил слово твое, потому что ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Чермного моря, и явил знамени и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом его, так как ты знал, что они надменно поступали с нами, и сделал ты себе имя до сего дня». Израильтяне славили Господа за то, что Он охранял и направлял их народ в прошлом. Они славили Бога за то, что Бог хранил Авраама в земле Ханаанской. Они славили Бога за то, что Он вывел народ израильский из Египта, провел по пустыне и все это время хранил и защищал их. Вы когда-нибудь благодарили Бога за страну, в которой живете? Мой дедушка по отцовской линии жил в Северной Ирландии, хотя он был шотландцем, а по вероисповеданию протестантом. Но в Ирландии было очень неспокойно. Люди постоянно воевали друг с другом, и тогда он приехал в Америку. «Я благодарю Бога за своего деда. Благодарю за то, что дед приехал в Америку. Я не хочу жить в Северной Ирландии, и я благодарен Богу за то, что я американец». Аниемия и окружавшие его люди были счастливы от того, что они израильтяне. Они признали, что Бог не только их создатель, но еще их искупитель. И они благодарили Бога за то, что Он вывел их из Египта и таким образом освободил от рабства. Мы должны благодарить Бога по двум причинам. Он — Создатель. Мы живем в Его Вселенной, и мы благодарны Ему за нее. Мы также должны благодарить Его за то, что Он спас нас, за то, что Он искупил нас. Вы когда-нибудь говорили Богу, что любите Его? Не ждите воскресения, когда в церкви вы будете петь Ему хвалу вместе со всеми. Вы прямо сейчас можете славить Бога, Который всем посылает благословение. Он — Создатель. Он дал мне все, что есть у меня, материального и физического. И я благодарен Ему за это. Он спас меня, и я благодарю Его за это. Бог полон благодати. Прочитаем далее, 34 и 35 стихи. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напомнил им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. Посмотрите, как Бог благословил народ Израиля, хотя князья, цари, священники, знатные люди из народа израильского не исполняли закона Божия. Бог благословил и Соединенные Штаты. Наши предки, которые основали эту страну, верили в то, что Библия – Слово Божие. И они обустраивали жизнь нашего народа на принципах нравственности. У нас есть за что благодарить Бога. Но наши предки грешили, и мы продолжаем грешить. Надолго ли хватит терпения Бога? Прочитаем 36 стих. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал Отцам нашим, чтобы питаться Ее плодами и Ее добром. Вот мы рабствуем». Израильтяне понимали, что их постигло наказание Бога. А постигнет ли наказание Божие нас? Я уверен, что нам, как и израильтянам, этого наказания не избежать. Прочитаем 37 и 38 стихи. «И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши». «И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». По всему этому мы делаем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. В следующей главе мы прочитаем об условиях этого завета. «Каждый князь и начальник поставил на завете свою личную печать. Народ решил повиноваться Слову Божию». «А какой завет заключили с Богом вы?» «Я слышал от людей мнение, что никаких договоров с Богом заключать нельзя, потому что может так случиться, что вы окажетесь не в состоянии выполнить обещанное». «Позвольте вам возразить. Если вы, например, покупаете в кредит дом, за который приходится платить, то вас просто заставят поставить свою подпись под договором, иначе вы ничего не получите. И я не понимаю, почему некоторые люди готовы подписать что угодно, но боятся заключить завет с Богом. Если вы хотите повиноваться Богу, то подписывайте». Очень многие люди не выполнили свои обязательства перед Богом, но ведь Бог полон благодати, и если мы намерены строить свои отношения с Ним, Он идет нам навстречу. В 10 главе израильсяне заключают завет с Богом и ставят свою подпись. «А вы когда-нибудь заключали с Ним завет? Вы когда-нибудь давали Богу обещание?» Завет – дело серьезное, но Бог хочет точно знать, что мы к Нему относимся очень серьезно. Читая эту главу, мы видим, что первыми подписывают завет Неемия, как правитель, и 22 священника. Левиты ставят на завете имена своих семейств. Также в Писании упоминаются подписавшие завет главы народа – 44 человека. Читаем далее 29 стих. «Пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его». Итак, израильтяне обязуются соблюдать закон и перечисляют три вида постановлений Бога, которые они не соблюдали прежде. Прочитаем 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Эту заповедь израильтяне постоянно нарушали. И вот народ обязуется не вступать в смешанные браки с язычниками. Прочитаем 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». Мы видим, что, во-вторых, израильтяне обязуются не вести торговлю по субботам или по другим священным дням. Кроме того, отныне они будут соблюдать субботний год или год покоя. А их третье обязательство касается первых плодов и жертвоприношений. Я читаю выдержки из стихов с 32 по 39, связанные с этим обещанием. «И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и навсегдашнее всесожжение. И бросили мы жребии, а доставки дров священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева, также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, и мы не оставим дома Бога нашего». Этими прекрасными словами заканчивается десятая глава книги Нейми, и вместе с тем заканчивается наша сегодняшняя передача. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok